Девушки отдыхают Олимпийский хоккейный турнир. Обзор матчей мужской сборной России на групповом этапе. Чемпионат АСБ дивизион Республика Татарстан. Борьба за путевки в финал четырех. Старт внутривузовского этапа чемпионата АССК РФ в Казанском федеральном университете. Студенческий спорт стремительно возвращается после каникул. Но прежде чем мы начнем о нем говорить, мы с вами отправляемся в Пекин, где проходят зимние Олимпийские игры. Там, в столице Китая, уже разыграно достаточно много комплектов наград, а в хоккее борьба за золото только-только начинается. Именно об этом турнире, а точнее о том, как сборная России играет в хоккей, мужская сборная России, расскажет дальше в своем обзоре Амир Сабиров. Всем привет, с вами Амир Сабиров. Поговорим об Олимпиаде, которая проходит в Пекине. Хоккейная сборная России уже успела провести групповой этап. Дебютировали на турнире против Швейцарии 9 февраля. От команды Алексея Жамнова все ждали уверенной победы на старте. Но матч для поклонников сборной получился сумбурным и нервным. Швейцария играла на контратаках, а Россия пыталась придумать что-то в позиционном наступлении на чужой половине площадки. Благодаря шайбе Антона Слепышева команда Жамнова повела в счете. Гол нельзя назвать красивым. Нападающий сделал прострел на пятак, где защитник швейцарцев подправил шайбу в свои ворота коньком. Атакующие действия догоняющей команды становились все опаснее и опаснее. Швейцария два раза угодила в штангу ворот россиян во втором и третьем периодах. Несмотря на это, голкипер ЦСКА Иван Федотов смог сохранить свои ворота в неприкосновенности. 1-0 минимальная победа сборной России в первом матче группового этапа. Три очка в копилке, но к игре сборной есть вопросы. Один из них, почему так мало моментов у чужих ворот против не самой грозной сборной Швейцарии. Реабилитироваться хотеисты могли уже через день. 11 февраля во втором матче турнира сборная России ждала Дания. Счет открыли россияне только во втором периоде. С передачи Антона Слепышева и Дмитрия Воронкова забил Павел Корнаухов. Нападающий здорово добил шайбу в ворота датчан после своего же броска. 1-0. Россия дважды перебросала Данию по ходу матча, но к обилию голов это не принесло. Дружина Жамнова забила еще одну шайбу в самой концовке. Кирилл Семенов поразил пустые ворота. 2-0. 6 очков в активе, прогрессу сборной налицо. В первом матче была забита одна шайба, во втором две, ну и по нарастающей в третьем матче должно быть три. Шутки шутками, а первый по уровню серьезный соперник ждал Россию на следующий день. Чехия после победы над Швейцарией была настроена обыгрывать и россиян. Игра отличалась от стартовых двух в первую очередь своей результативностью. На двоих команды забросили 11 шайб. В первом периоде автором голов стали Владимир Ткачев и Томаш Кундратек. Игрок челябинского трактора в быстрой контратаке поразил дальний угол, а чехи реализовали большинство броском от синей линии. По итогам второго отрезка чехи повели со счетом 3-2. У России отличился защитник Никита Несеров, у чехов Давид Крейчи и Михаил Шпачек. Самым результативным стал третий период, по итогам которого счет стал 5-5 и игра перешла в овертайм. За 30 секунд до конца пятиминутки Либер Шулак реализовал численный перевес. 6-5. Чехи вырвали победу. На групповом этапе сборная России выступила не так ярко, как этого ждали болельщики. Пока непонятно, как команда будет бороться за золотые медали Олимпиады. Ведь в плей-офф соперники будут намного серьезней. Россияне начнут свой путь с четверть финала. Как сборная России сыграет свой матч в турнире на выбывание, мы также вам расскажем. Только уже на следующей неделе. С вами был Амир Сабиров. Увидимся! Переходим к студенческим темам. Регулярный чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола в дивизионе Республика Татарстан подходит к своей финишной прямой. Несколько матчей еще остается командам, чтобы разыграть окончательно путевки в финал четырех. И сборной Казанского федерального университета и мужской и женской сделать это удалось. 8 февраля свой заключительный матч провела мужская сборная КФУ против Казанского технологического колледжа. КТК самый неудобный соперник для федералов по итогам прошлого турнира и в этом году ситуация не изменилась. В начале игры КТК выигрывает 19-15, затем в середине встречи КФУ перетягивает лидерство на себя. Однако во второй половине игры КТК создала для себя комфортный отрыв, и баскетболисты в темной форме держали его до финальной сирены. 72-62, несмотря на поражение, мужская сборная КФУ выходит в финал четырех. Куда интереснее обстоит ситуация в женском первенстве. Девушки из КФУ отыграли на неделе две встречи против КТК и НГПУ. В обоих матчах у КФУ был шанс на досрочный выход в финал, но в первом против КТК они потерпели разгромное поражение 71-34. Матч с набережной Челнинским государственным педагогическим университетом тоже начался с поражения в первой четверти 12-14. Но затем девушки из КФУ ни разу не опускались ниже, чем 23 очка за игровой отрезок. Уверенная победа 83-41. Женская сборная КФУ продолжает борьбу в финале четырех. Плавно подбираемся к самому главному мероприятию студенчества, а именно чемпионата ССК России. Его старт, внутривузовские этапы. Говорить об этом мы будем с нашим любимым лучшим другом Никитой Лихачевым, председателем нашего спортивного студенческого клуба «Казанские Убарсы». Никита, тебе привет. Привет, Роман. Как всегда, очень рад здесь быть. И иногда кажется, что уже становлюсь не то, что даже другом, а таким, не то, что незваным, но постоянным гостем, как минимум. Ну, это же хорошо. Не всегда же Максиму Гаврилову здесь сидите, Алексею Николаевичу. Надо новые лица подключать. Давай по чемпионату. Поздравляю, кстати, то, что основная его часть началась. Я помню то, что в прошлом, в 2021 году у нас уже состоялся чемпионат по доте, по-моему. И сейчас уже оффлайновские турниры начались. С воскресенья у нас стартовали. Это мини-футбол и бадминтон. Ну, прежде чем мы к самому главному вкусному, что все любят смотреть, перейдем. Давай по бадминтону немножечко. Что там, как происходили дела? Бадминтон тоже достаточно интересный вид спорта. Да, у нас люди не привыкли за ним так следить, как за командами видами спорта. Тем не менее, очень интересно наблюдать, особенно за ребятами, которые играют давно. Ну, понятно, чемпионаты ССК там не подразумевают. То, что там ведущие профессионалы, мастера спорта и так далее могут участвовать. Но, тем не менее, ребята есть и КМСники, и сборники наши в первую очередь, которые показывают очень классную игру. И если посмотреть за тем, как они играют, это даже завораживает. Бадминтон проходил в зале на Бутлерово. Это традиционный зал для, соответственно, бадминтона. И у нас вчера стартовали первые игры групповой этапы. Он также разделен на несколько дней. И, по сути, тут очень сильно напоминает систему футбола. То есть, в группе несколько некомандных игроков. И они между собой играли по обычной групповой системе, набирали очки. И, собственно, в каждой группе по четыре участника. И каждый из участников сыграл по две встречи минимум. Что можно сказать? Как и предполагалось, сборники фавориты в бадминтоне каких-то новых, необычных лиц мы не открыли. И, по сути, в лидерах также те же ребята, например, кто участвовал в прошлогодних чемпионатах СК. Ну, например, всем известный Вадим Разуманов и так далее. То есть, ребята, которые и на суперфинале были, и они себя и показали. Ждем следующий игровой день по бадминтону. Возможно, какие-то необычные матчи будут. Но так, в целом, все по плану идет. Замечательно. Давай теперь по главному виду спорта. Мини-футбол. Сразу возникает вопрос не по самому, не по самим играм, а по двум командам. Львы и Мочемп. Что с ними случилось? Они приняли решение последовать пути таких футбольных... Анкара, Сатурн, ты эти имеешься в футбольной небесной лиге? Да, в футбольной небесной лиге. И, к сожалению, их на более улучшенных условиях переманили в футбольную небесную лигу. Ну, что сказать, обе команды из Института международных отношений. В принципе, сам как человек, который хорошо очень и давно знаком и с институтским футболом, и с, в принципе, организацией. Понимаю, что там, в основном, первокурсники, они отнеслись довольно безалаберно ко всему. Кто-то заболел, кто-то просто решил, говоря таким сленгом, слиться. И, в итоге, после обсуждений с капитанами команд и после того, как мы связались с представителями этих команд, было принято решение о том, чтобы вообще во всех матчах этим двум командам присудить технические поражения, потому что являться дальше они не собираются. Ну, ушли на повышение, будем следить за ними в небесной лиге, хотя, мне кажется, что и на матче небесной лиги они тоже не явятся. То есть, это окончательное решение по группе А. Две команды уже 100% выбывают из турнира. Да, две команды 100% выбывают из турнира, и на самом деле в группе А уже понятно теперь, кто выходит в плей-офф. Это команда Мешки и Эконом-2. Вот, то есть, они по результатам встреч, получается, на данном этапе выходят дальше. Давай по остальным матчам пробежимся. У нас позавчера, получается, в воскресенье были группа А, группа Б и группа С успели только отыграть. Вот какая из этих групп тебя больше, может быть, удивила? Какая, может, личная игра тебя удивила? Может, та, в которой ты и сам принимал участие? В общем, обо всем турнире давай по порядку. Да, но в принципе... И как команда вообще отреагировала на этот турнир? В принципе, первая реакция очень неожиданная, в том числе от меня, да и, я думаю, от всех. То, что благодаря вам мы на какой-то невероятный уровень в качестве медиа-освещения выходим. То есть, это не просто прямые эфиры, не просто с комментаторами это и включение, это интервью. И действительно, я когда даже просто проходил и на балконе, где вы базировались, и в зале, понимаешь, что это какая-то невероятная атмосфера, и совершенно не хочется уходить ни с одной игры, хочется и играть, и быть там. Это действительно классно. И, возможно, где-то мы, вот старички, да, спорта и вообще университета, немножко к этому уже привыкаем, к такому высокому уровню, но первокурсники и новички просто с открытыми ртами ходили. И вот тоже, так как общаюсь с представителями разных спортивных клубов, ребята со всей страны просто на это смотрят и думают, вау, насколько это круто. По поводу самого футбола у нас так получилось, что, в принципе, жеребьевка очень такая интересная подобралась, что, в принципе, в каждой группе есть более-менее две сильных команды. Вчера по первым трем группам сказать, первая группа была такая вводная, вот из-за того, что не пришли две команды, но, в принципе, там закономерно опытные химики свои очки забрали и молодые горячие ребята из эконом-2 тоже. То есть неплохо выступила команда Башкиры из студентов геофака, но чуть-чуть им не хватило. В группе B были матчи, можно сказать, почти что без интриги. Было изначально понятно, что есть Казанка и Мед, это фавориты групп, и, скорее всего, они в среду решат, кто выйдет с первого места из этой группы. Вот, это будет очень интересный матч, настоящая заруба. Ну, Мед — это вообще участник суперфинала. Казанка — это молодые, заряженные ребята, там, в основном, первый курс, и один аспирант есть в этой команде. Единственное, что удивило, на самом деле, из-за того, что мы играли в втором зале, возможно, из-за неопытности команд, иногда очень грубые ребята летели. Я на себе минимум три раза ощутил максимальную, может быть, не со зла, но грубость игры, и так пару раз прилетел, и по зубам даже с ноги, и по другим частям тела. Вот, но эта группа, в принципе, группа B, там были разгромные счета, то есть и Казанка 7-3 выиграла, и Мед 9-3, то есть вот интересно будет среду за ними посмотреть. Ну и группа C, наверное, я ожидал, что главный матч вот на тот день будет Амкар и живой Амкар, который у нас играет, и Хаджиме, я ожидал, что будет очень такая плотная и мощная борьба. Тем не менее, все-таки, все-таки команда Хаджиме выглядела так сильнее намного, чем Амкар. Я ожидал большего, конечно, от ребят, опытнейших, там очень классные игроки есть, и голкипер у них сильный Дамир Гафиатов, который, получается, по запрошлому Кубке КФУ был лучшим вратарем турнира, и Евгений Ощепков, там многолетний игрок сборной КФУ по мини-футболу, и представители высшей лиги, там Умара Бакаров и Владислав Мартынов. Ну, может быть, у них просто игра не сложилась, вот. Но это был такой матч очень высокого качества, и вот удивила команда Хаджиме, которая очень сильный состав набрала. Следующие матчи у нас уже будут 16, 17 и 19 февраля. Я так понимаю, доигрывают те группы, которые у нас начинали. По-моему, там даже какая-то новая группа есть. В общем, что ты от этих матчей ждешь? Жду в первую очередь от этих матчей красивой игры. Это раз. Два. По желаниям страждущих, переходим в первый зал в какие-то дни. И третье. Я жду, что, наверное, даже просмотры в том числе повысятся, потому что в выходные дни, понятно, можно было там с утра смотреть, можете смотреть или спать. А по вечерам в будню, особенно, да еще и вечер в субботу, будет это потрясающее время для того, чтобы отложить все дела и посмотреть чемпионат ССК, и я уверен, что эти матчи будут действительно крутыми. Да, так что проанонсируем, друзья, 16 февраля мы с вами встречаемся в прямом эфире около 7 вечера. Подробности в нашей группе ВКонтакте вы увидите. Два матча ССК, продолжение этого прекрасного турнира, будет у нас в прямом эфире. Никит, тебе большое спасибо за то, что пришел после этих очередных игр, после баскетбола, который у нас 20 числа тоже стартует. Думаю, еще раз увидимся и с тобой пообщаемся. Спасибо. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. Что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Поленсков. Вы смотрели программу неделя спорта. Еще увидимся. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова